Мы рассмотрели три основные настройки ISO-чувствительность, цветовая температура и оттенок Как я уже сказал, скорее всего вы увидите еще несколько других ползунков Что с ними делать, если вы не хотите читать мануал и вообще не знаете, как они крутятся Конечно, вы можете покрутить, поэкспериментировать Например, у нас есть ползунок контраста, предсказуемо он меняет контраст Но я не знаю, что лучше сделать Поставить контраст в минус, поставить контраст в плюс Как-то его вообще изменять или нет А мой глобальный совет оставить его в каком-то нейтральном значении Попробуем поставить его в нули Это какая-то нейтральная картинка, она не очень контрастная, не очень неконтрастная И это ок, в смысле, что это серединка ползунка Это выглядит так, что мы не сделали коррекцию ни в плюс, ни в минус Это нормальный старт, если вы не знаете, что делать с ползунком лучше оставьте его в нулях. То же самое с saturation, только если я поставлю 0, это будет черно-белая картинка. Покрутим вправо — это 4, покрутим в серединку — это 2. И 2 явно выглядит слишком насыщенным. Давайте поставим 1. Визуально кажется, что даже этого многовато. Я бы, наверное, поставил где-нибудь 50. Это мало. Значит, давайте поставим единицу, на глаз определим какое-то нейтральное значение, оно всегда кратно каким-то большим числам, то есть это единица, половинка, двойка, ну какая-то нолик. То есть это какое-то такое глобальное значение. В данном случае это очевидно единица, потому что меньше сразу сильно не насыщена, больше сразу сильно насыщена, похоже на нейтраль. Все остальные настройки — flat, DRX, shadow, exposure, brightness — даже не вдаваясь в детали, оставляйте в значениях по умолчанию. Скорее всего, так и будет. Если вдруг вот здесь вот слева есть какие-нибудь галочки, типа применить кривые из метадаты, применить настройки с профилей с камерой, применить что-нибудь еще, к чему-нибудь еще, все желательно снять. Это гарантирует, что вы не применяете те настройки, которые вы случайно там указали в настройках камеры, то есть там те настройки, которые могут потенциально сделать вашу картинку насыщеннее, темнее, светлее, якобы красивее или наоборот некрасивее, могут придать ей какое-то настроение или что-то в таком духе. Все настройки, сделанные в камерах, обычно помещаются вот здесь в левом нижнем углу. В данном случае Apply Metadata Curves. Снимаю. Ничего не меняется. Это значит, что в камере, скорее всего, настроек никаких не было применено, но лучше для уверенности и для самоуспокоения снять все лишние галочки и ничего не трогать со всеми вот такими сложными ползуночками типа Denoise, OLPF Comp, что бы это вообще не значило, Image Details и прочее подобное. Почему я так категорически не советую ничего менять? Потому что если я вам сейчас буду объяснять про RAF-настройки всех камер, которые существуют на рынке, скорее всего, я взорву ваш мозг. И, скорее всего, эта информация вам не понадобится. Эта информация вам понадобится, если вы готовы разбираться в настройках камер, делать многочисленные тесты матриц, проверять, в каких ситуациях камеры как себя ведут. Если вы готовы к экспериментам с камерами, вы после этих экспериментов, плюс прочитав мануалы, будете знать, что каждая настройка может вам дать и в каких случаях она полезна, в каких нет, как именно она работает на корневом уровне и можете ли ее вообще использовать или надо ее опасаться. Если вы не готовы к этим экспериментам, просто последуйте мою совету. Не трогайте ничего, что может случайно испортить картинку или в какой-то момент испортить вам жизнь. И это, как вы догадались, еще не все. Даже несмотря на то, что мы не рассматриваем большую часть ползунков, я предлагаю их сбросить, мы все равно не рассмотрели все нужные настройки RAF-коррекции. И более того, я оставил напоследок самую-самую важную настройку. Это настройка профиля. Настройка профиля – это настройка, которая влияет на общее отображение вашей картинки. Профили, грубо говоря, делятся на два вида – контрастные и неконтрастные. Контрастные – это все профили, которые изначально выглядят красиво. Т.е., это такой профиль, который вы применяете, смотрите на картинку, и она вам, скорее всего, нравится. Особенно если вы неплохой оператор, вы сняли красивую картинку, а это нормально, если она вам нравится. Если же вы неплохой оператор, и сняли красивую картинку, и поставили другой профиль. Она вам не нравится. Она выглядит слишком плоской, зеленой, некрасивой. Значит, вы выбрали профиль плоский, специальный, предназначенный для последующей обработки. Специально это ключевое слово. Специально в данном случае обозначает математически верное изображение, которое позволяет максимизировать данные, которые вы получаете с сенсора. Это довольно сложно для восприятия. На данном этапе я не уверен, что вам следует копать очень глубоко. Ниже появится ссылочка, пройдя по которой вы сможете чуть больше разобраться с тем, что такое лог-профили, как они формируются, чем они отличаются от не-лог-профилей и как с ними работать, как их преобразовывать в красивые картинки и так далее. Мы же сейчас не будем вдаваться в эти математические детали, мы не будем показывать графики, а не нужно захламлять вам мозг. Мы запомним, что у нас есть два основных типа профилей. Контрастный, он может называться как угодно. Скорее всего, он будет называться REC709. Второй профиль, который предназначен для коррекции, должен называться как-нибудь с корнем лог внутри. Посмотрим, какие профили предлагает нам камера RED, с которой мы сейчас пытаемся поработать. Откроем выкладку Gamma Curve, увидим огромное количество профилей. Некоторые из них содержат корень лог в себе, некоторые не содержат вообще никаких знакомых слов. Некоторые вот похожие REC709, я вам только что про него говорил. Некоторые называются непредсказуемы, например, RED Gamma 4. И что это все значит, как с этим разобраться. К сожалению, я опять вынужден вас послать к мануалам камер, потому что в каждой камере это будет разное. Но самое большое количество профилей для выбора дает как раз камера RED. Это то, почему мы сейчас с ней разбираемся. В ней стоит запомнить два основных профиля. Это RED Gamma 4. Это последний актуальный, красивый, назовем его так, профиль RED. И это RED Lock Film. Это вот такой вот неконтрастный, довольно несимпатичный профиль, который как раз-таки служит для последующей цветокоррекции. И он максимально адаптирован под цветокоррекцию. Все остальные профили внизу вам не нужны в камерах RED. По крайней мере, пока вы не знаете наверняка, зачем они вам нужны. RED Gamma 4. Это RED 709, но оптимизированный под цвета, который выдает RED со своей матрицей. То есть это максимально красивая версия стандартного профиля RED 709. И есть смысл использовать ее. Если вы хотите сразу получить красивую картинку, это ваш выбор. Если вы хотите максимальное количество данных для последующей коррекции, RED Lock Film это ваш идеальный выбор. И когда вы выбираете RED Lock Film, вы должны быть готовы, что вам нужна более сильная цветокоррекция, но зато вы имеете большую гибкость. И, соответственно, можете добиться более сильных и красивых результатов. Что мы узнали о RAW настройках? Во-первых, мы узнали, что есть камеры, которые пишут в RAW и дают эти настройки. Есть камеры, которые не пишут, и там этих настройок не будет. А лучше работать с камерами, которые эти настройки дают. Тем более, что сейчас таких камер довольно много. Дальше мы узнали, что в RAW настройках можно поменять баланс белого, чувствительность и оттенок. Это полезные настройки, которые могут спасти вас от люто сбитого баланса или очень сильно проваленной по экспозиции картинки. Дальше мы узнали, что можно указывать профили. И мы договорились, что будем использовать только два основных профиля, REC 709 и какой-то LOG профиль. И в камерах RED это RED Gamma 4 и RED Lock Film. Логично, после всего этого у вас возникает вопрос, что делать с LOG материалом, как его обрабатывать, почему его советуют, почему его используют во всем мире для цветокоррекции и предпочитают REC 709, предпочитают контрастным профилем. Об этом поговорим в следующем уроке. Продолжение следует...